вот спрашиваешь у людей что нужно для счастья каждый из них начинает что-то перечислять на самом деле для счастья нужно всего лишь две вещи здоровое тело и спокойная душа вновь пришел на окраину деревни здесь интернет ловит чтобы прогрузить книгу курить чтобы бросить были сегодня жарище одел просто кофту чтобы потому что комары сожрут курить чтобы бросить прогрузил и заодно увидел что еще оказал помощь каналу алексей михайлович за алексей большой тебе огромное кукушкина спасибо быть добро так ну чё вот у нас солится рыбка это вот с того улова того векенда как говорится а папа он на диете сидит он вот засолил себе гадюку она сейчас высохнет он потом ее будет на стойку делать и растирается перед сном на змеиной водки каждому свое вот друзья небольшая викторина как думаете для чего вот это вот приспособление ци погибся вот так об застежка где-то закрепляется вот так об как думаете для чего эта штука напишите в комментарии посмотрим картошечка обедаю и на рыбалочку пойдем со спиннингом небольшая заметка для себя по поводу ветра висит фильтр пыжик вот сейчас ветер дует мне в хлеборезку такое ощущение раз два три а вот сейчас ветер дует мне в загривок такое ощущение раз два три ну как взял спиннинг взял гипс в огороде пульнул вроде летит хер его знает попробую на вертушку и кстати по поводу моих размышлений суждений прошу вас не брать это на свой счет и ну не относиться к этому как вот все вот так вот все нет просто я по жизни как бы рокер панк рокер металлист и я всегда выступаю протестом против всего если все скажут что хорошо пить я брошу пить если все начнут прыгать в колодец допустим то я выпью воду с этого колодца чтобы никто туда не прыгал и так как мне сказали точку зрения что вот надо вот так я вам сказал почему так не надо вот опахивали когда пожары были чтобы не перекидывался огонь мой какой запах а если бы вы мне сказали что женек ты что никогда не вздумай жениться да я привел бы вам тысячу аргументов почему я должен жениться смотрите какой кладка будто кто-то наклал сюда шишечки как будто кто-то их запасал прямо именно здесь складировал а ведь так оно и есть зверушки хороши класс такой запах такая благодать ребята берегите природу берегите себя берегите так пришел заводь ну попробую сгиб с картонкой кинуть вертушка крутится на хоть нет а крутится будем пробовать не оставить бы я там тут раньше тогда на бревне сидел бревно уплыло каждый год река меняется на вертушечку есть шанс поймать езя он там в коряжничках вот местечки я такие очень люблю вот в таких в коряжничках прогонять но это по-нормальному вообще попробую с этой клешней опа туда и побыстрее бывает да что ты ядрит а вот ядрит сейчас обойду с другой стороны потяну ребят прошу прощения на голову камеру первый раз вешал слишком высоко забрал поэтому плохо видно в следующий раз все лучше прошу прощения оборвал блин падла оторвал папину блесну должен папе вертушку блин ножик от славика и цукана выручает меня все время ну чё поехали дальше теперь у нас вот такая вертушня аглая maps 4 опять меня тянет об в дебри потихоньку полегоньку сейчас может что-нибудь выскочит главное чтобы не коряжка тишина я вот люблю такие завалы если честно катушечка слабенькая от удочки стоит не спиннинговые но он спиннинг постольку поскольку тихо 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 высоко поднял не обычно если она у под берегом стоит она сразу бьет ладно идем дальше ребята какое место роскошные сейчас я хочу вон туда встать и вон там водоросли вдоль них пашмы пошвырять тут можно тоже оставить легко у твою мать а сука вот смотрите она повисла и вот так может над рынку не она это не то это не то главное не обмотайся сука может вот так вот вокруг дерева обмотаться как у меня сейчас вот она висит вот забрали отступаем отступаем и сейчас отсюда получится я думаю тихо главное не нырнуть отначе хана съемки давай сейчас если здоровый клюнет я прям туда и улечу но тем интересней потихоньку не спешим контролируем опускание погружение сука что ты там где ай но теперь это мышиный хвостик ладно вся вон туда у ю ю я есть есть ребята это есть это есть на мэп соглаю вот это коптежный вот это коптежный все стучки 4 так и знаете если что заметил перед тем как он клюнул первый мой есть на спиннинг а что вам не было обидно с гипсом на пайпинг спиннинг тоже с собой свой не брал и заметил вот падают эти парный или не парный шелкопряд и они плывут я там кидаю смотрю бух я еще подумал блин вот я на горох ловлю да надо на живую приманку да хватит ну хорош да хорош поздравьте меня с первой рыбой на спиннинг открыл хватит коптежка ты моя коптежка ладно сейчас буду запаковывать а кстати друзья да вот кто написал что у меня вот тут вот есть свисток я реально не знал супер я рад 2 друзья 2 в лицарите я даже по поймал себя в петлю ну чуть чуть поменее но какой он сильный я знали бы какой сильный но с удочкой не сравнится размерчик да 2 с а то погодка класс так время пол шестого небольшой привал совершил к турист проплыли перекурила посидел немножко сейчас передо мной вопрос обойти еще эти езёвые места то что ну я по рельефу уже по так вот знаю примерно где ну чё обитает как бы не первый день замужем или пойти уже туда посмотреть может что новое потому что вот говорю в том году какие там коряги были все уплыло где были коряжные места их нету то есть меняется каждый год но сезон открыл то есть я с гипсом обловил всю деревню на спиннинг вообще никто еще ничего не ловил ночью ряд мелких ну и на удочку тоже вообще я доволен как бы нефаций красота смотрите какая блин вообще балдеж просто ой 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 хороший ой блин не вытянул не вытянул 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 а вот он бис блин мошка в глаз специально за ним пришел два раза возвращался смотрю кто-то брук думаю блин уже туда ушел а тут опять брук выверот кидал кидал нет опять ушел брук выверот думаю блин ну кто-то беснуется прямо с этим словом ну ты сейчас добеснуешься и встал и вот он вы цыгнил я его вы цыгнил ясь вообще блин бомба пушечный фух блин мухи задрали хорош 3 вышел на косы но тут в принципе с вертушкой особо делать нечего ясь тут не водится но для проформы пуль ну тут мелко тут так вертушка работает все нормально какие-нибудь щурята охолтелые могут быть но не то сейчас пойду вон туда дальше она такая река что коса под тем берегом русла сейчас она будет переходить на мой берег главное чтобы я сейчас смог здесь пройти в надежде что не все залито нет к сожалению там оказалось все залито поэтому возвращаюсь лес и посмотрю тропу лесом должен быть 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 проход на ну вот какая тропка пошла по зарастали стежки дорожки где проходили милого ножки позарастали мохом травою где мы гуляли милый с тобою ну в лесу так жужжание вот она видите все переливается то я там хотел идти косыми но тут переливается и там все сыра что комар забился в рот выплюнь бога ради комар в рот забился и все сейчас лесной дорожки обойду и уже к руслу как брыбистую берегу будем там смотреть наблюдать какая там благодать ну красота красиво очень красиво какой запах вот видите перелив то вон там он я до туда дошел пришлось возвращаться и обходить а так я вот здесь вот по идее должен был выйти ну-ка о какой-то развод что здесь мелководный плавает но под берегом всяко может сидеть блин привел с собой рой просто адовый рой идите в жопу я вас не звал может щурок какой-нибудь у травки тут вот пастись но к сожалению никто не пасется ну и хер бы с ним пойдем туда вот тоже такое местечко интересное так вдоль берег здесь вполне возможно иногда вот протянуть разведать обстановку как и щучка так и я сможет сидеть пердеть потише потише то с высокого берега если быстро крутишь поднимается вертуха вверх да нет тут никого нет не ну будем искать пойдем дальше вот такой обрывистый берег но ходить надо аккуратно потому что можно просыпаться я вот люблю вот так вот раз и вот такую протяжечку блин главное чтобы трава на катушку не намоталась вдоль бережка такой обрывистый и ясь очень любит и щучка опа 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 это ясь опа это ясь я сказал друзья якус зря херни не посоветует это я как и сказал обрывистый бережок и есть такое любит подобраться кому-то будет лень скажет блин тут вон ветки эти но исхищрится с гипсом с гипсом 4 коптежка уже стопудом есть вот тоже местечко очень интересное обрывистый берег русло и травка возле травки может пастись щучка а вот под таким обрывистым берегом на глубине ясь я сам может быть лет пять назад только открыл для себя то что ясь на спиннинг возможно поймать ага вот и все чё там трава что ли он бульби пошли блин я ее вижу вон туда еще вниз доберусь отцеплю по-любому даже когда вот так уже не можешь отцепить вот так вот носиком блин коряжка лежит коряжка лежит нужно носиком ее как она по ходу движения цепанулась но можно также и за коряжку и заплутать но я ее тут не отдам сейчас я по-любому о нифига это не это это браконьеры друзья это браконьеры блин не оторвалась бы не нырнуть бы это морда деды таким в основном ловили но морды ставят в основном местные деды тут осталось два деда поэтому трохать не будем а лучше кинем вдоль травки и возьмем свою добычу видите вот морда называется пусто а на спиннинг мы уже вон кила три наверное поймали тут я наберутил вряд ли уже тут что-то стоит но проводочку завершим да нет никого ладно полезли тут уже все обрыв кончается начинается опять часам русло там уже ловить будет нечего но на коптёшку взяли я рад ну чё ребят 7 вечера два с половиной часа походил побродил на копчение поймал потому что больше больше мне не надо все иду бреду сейчас смотрю как выбраться отсюда ну и все а завтра с утреца по копчу нормально на засолочку чуть-чуть поймал утром на копчевочку поймал а послезавтра снимать гипс и надеюсь что его снимут и отправимся в новые приключения едового дальнобоя на новых машинах блин ну вот где чё так что я надеюсь вам понравилось кому не уходил уж не серчайте всем не уходишь как говорится ну а если не нравится то ну не смотрите насильно мил не будешь болотца тут лось у нас живет хороший добрый славный хорошо весело 2 кг пойдет ну чё вот такие езинские ну наверное так было понятно ну 4 штуки на 2 кила я думаю неплохо да полакомиться сейчас их засолим а завтра покоптим рыбалка удалась гипс не помеха для слабаков а мы делаем хороший хороший таранчик солится идут что на удочку вчера попалась на таранку на копчение вчера а ты класть будешь наклади идут на удочку да чё ты лоись ты чё вот этот папа поймал на удочку не особо на удочку клёв был попался ясь и плотвичка на спину дела идут куда лучше вот это подготовка к копчению сейчас будем их коптить они ночь солились под гнетом так вот они 6 штучек вот эти да ты сегодня поймал вот эти большой да нет я понял ну вот все закрываем огонь у нас уже хороший это фольга чтобы сажа на рыбу не капала сейчас поставим мне перчатку тоже надо в чайнике дырочка вот такая через мама и полный чайник набрался воды мама это охородник мы по рыбалке с папой давай ставить охородник оп все давай варежку дай кстати часы вчера в бочку на в бочку совал пихал под водой блин нормально хорошо прям загораю витамин d пока есть возможность ну вот засекаем 11 15 ну дым пойдет все равно ориентировочно где-то минут 25-30 а вот ребят 10 минут обязательно надо подкладывать чтобы был там жар если будет слабо она будет томится и больше как вареная получится вареная вареная во первых горячего копчения она отсел и должна коптиться от размера рыба от 15 до 30 минут где-то копчение происходит все а это там у него пока что он чуть не два часа и чуть как холодного ну холодный понятно там два-три дня это она получилась как там утомленная какая-то рыба но холодного тоже разные два-три дня мы один раз пробовали еще давно тогда на газ ставили коптильня была у нас тоже металл тройка был поменьше ставили в деревне на газовую плиту щуп я коптил они варились варились блин полтора часа и не сварились да и вареные получились даже не пожелтели мы посмотрим вот 10 минут коптится продолжаем наблюдение думаю будет вкусно спустя 20 минут открываем ну вот 20 минут выключаем газ она уже горячий коптиль коптиль не дойдет сама все сейчас оставили она доходит охладиться кто-то рекомендует что вообще ее лучше фольгу в холодильник но у нас когда много когда я нормально рыбачу бывает что морозим но если честно уже потом вот если она долго там в холодильнике в морозильнике все равно не то когда вот я люблю вот с пылу жару она остынет то есть я уже сейчас завтра мне снимать гивз сейчас соберемся упакуемся поедем домой в рязань по были в деревне немножко хорошо благодать и уже я ее дома буду есть и вот я люблю когда с пылу жара когда чуть-чуть настоится его хоть суп там борщ готовишь на не сразу что и есть хотя я сразу день всегда чтобы вам показать а так конечно чтобы он там полчасика 20 минут хотя бы настоялся и вот все это хорошо что я все-таки пошел со спиннингом с гипсом не побоялся даже смысл а так бы остался без коптечки но лакомство теперь у нас есть будет ядерной ой какой запах какой запах мои друзья чувствуется там запах просто нереально вообще нереально язики горячего копчения прошу всех к столу дорогие мои ребятишки не озоруйте будьте умницами ядер ну что ж друзья вот и пришло время прощаться огромное спасибо всем кто провел со мной это время тем кто проявил активность поставил лайк оставил комментарий не забыл подписаться на канал будьте здоровы и счастливы и главное помните что человек рождается для того чтобы жить а не для того чтобы готовиться к жизни всем пока обнял